Мальчику Максиму не было еще и трех лет. Ребенок часто болел. И в этот раз родители сразу обратились за помощью к медработникам. Сначала вызвали участкового врача на дом. Но когда состояние ребенка ухудшилось, обратились в скорую. Из дома трехлетнего мальчика на машине скорой помощи доставили в приемное отделение городской детской больницы. Здесь, говорят, его осмотрели сразу несколько врачей. Но в этом лечебном учреждении его не оставили. Время промедления, потраченное на транспортировку пациента в другую больницу, возможно, и стоило малышу жизни. У Максима были выявлены ларинготрихид и стеноз горта не второй степени. Причем эти же диагнозы мальчику ставили и год назад. При таких заболеваниях нужно очень быстрое, квалифицированное вмешательство врачей. Почему маленького ребенка повезли куда-то еще? Руководители больницы комментировали сегодня только по телефону. Он поступал к нам в детскую больницу в острой стадии заболевания ОРВИ. И по приказу департамента в течение первых пяти дней с диагнозом ОРВИ дети должны быть направлены в инфекционную больницу. Что было сделано? Врачи инфекционного отделения второй городской больницы поясняют, действовали согласно стандартам. Мальчику оказали всю возможную помощь и взяли анализы. Он был у нас в 8 часов и в 2 часа ночи внезапная остановка сердца и дыхания. Был вызван дежурный персонал, врач-инфекционист, врач-реаниматолог. В течение 45 минут проводилось реанимационное мероприятие, но, к сожалению, сердце завести не удалось. Была констатирована смерть. В следственном комитете города Рыбинска началась доследственная проверка по этому делу. В настоящее время следователям проведена осмотр места происшествия. Опрошены часть медицинского персонала, изъята часть медицинских документов. Опрошена мать погибшего ребенка. В ближайшее время следователям будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Теперь следственному комитету предстоит выяснить причины гибели малыша. В течение ближайшей недели будет проведена судмедэкспертиза. Проверят следователи и действия медработников. Здесь главный вопрос – в полной ли мере была оказана помощь и насколько оправданными были действия врачей детской больницы. Ольга Хромова, Владимир Выдумлев, День в событиях.